Всем привет, меня зовут Лилия Бойко, и в этом видео я отвечу на вопросы, которые я просила вас оставить под соответственным постом в моем инстаграме. Кстати, кто на него еще не подписан, то пожалуйста подписывайтесь, я сейчас его активно развиваю, даже наверное активнее, чем ютюб, и делюсь там фишками, о которых я сама узнаю с каждым днем, о том, как эффективно продвигать свой инстаграм и улучшать качество, красоту профиля. Так что подписывайтесь, кто еще там за мной не следит. Итак, давайте я сейчас открою прям вопросы и буду по порядку на них отвечать. И первый вопрос, если не ютюб, то какая работа? Ну, во-первых, я вряд ли могла бы работать на кого-то, то есть как бы на дядю, да, я никогда так не работала, всегда на себя, и не знаю, что должно было бы случиться, чтобы заставило меня ходить в офис с девяти до шести. Надеюсь, такого никогда не случится. Но насчет сферы деятельности, то думаю, что это было бы что-то связано с организацией. Мне нравится планировать, искать нужные места, нужных людей. И, допустим, после свадьбы я подумала, что могла бы легко организовывать свадьбы, это достаточно прибыльный бизнес. После нашей поездки по Америке, когда мы еще первый раз поехали, мы колесили по всему западному и восточному побережьях. В общем, у нас очень был четкий маршрут, который я, опять же, проработала заранее. Наверное, у меня на это тоже около месяца ушло. И, в принципе, я могла бы организовывать такие индивидуальные туры, да. Также в прошлом году я организовывала Ukrainian Video Fest. Это мероприятие для видеоблогеров, которые съехали со всей Украины. У нас была обучающая часть, потом вечеринка. То есть я думаю, что моя сфера деятельности была бы связана с либо туризмом, либо вот ивент-менеджментом, да. Как-то так. Как складывается отношение со свекровью? Ревновала ли она вас к сыну или вы ее? Не лезет ли в семейные дела? К счастью, у меня идеальные отношения со свекровью. Мне вообще грех на что-то жаловаться. Ну и видимся мы тоже нечасто. Наверное, в среднем раз в полгода, так как родители мужа живут на Западной Украине. И они, допустим, брали нашего Марка на неделю или на две, когда мы путешествовали. То есть абсолютно я благодарна за то, что они так гостеприимно настроены. И мне, наверное, в этом плане просто повезло. Так что никаких тут страстей таких я не расскажу. Далее, что дало толчок к блогерству? Я вообще о видеоблогинге узнала во время беременности. Если бы раньше знала, наверняка я бы начала еще и раньше. Я начала смотреть видео о подготовке к родам. И потом с удивлением для себя открыла, что некоторые девушки ведут как дневник своей жизни в видеоформате. Выкладывают это все на YouTube. И подумала, что это интересная идея. У меня тоже есть с чем поделиться. Ну и тем более в декрете. Я первые семь видео сняла еще во время беременности. Но выложила их уже после родов. И потом где-то спустя два месяца после родов я начала снимать видео на регулярной основе. Тогда я занималась восстановлением живота. И вот первые мои подписчики как раз еще вот с той темы. Снимала просто то, что меня на тот момент интересовало. И в принципе я долго не раздумывала насчет того, начинать или нет. Я обычно, если вижу интересную идею, то начинаю ее реализовывать. Почему бы и нет? Знаете, у меня даже есть такой девиз. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Как относитесь к дружбе блогеров? Есть ли среди них друзья, хорошие знакомые, с которыми общаетесь в реальной жизни? И такие ли они в жизни, как на экране? Таких прям друзей, знаете, чтобы мы виделись там каждую неделю. Таких среди блогеров у меня нет пока что. Но есть хорошие знакомые, которых я всегда рада видеть. И которых мы приглашаем в гости. Они нас, мы их. И я в принципе верю в дружбу среди блогеров. Знаю, что многие нашлись вот так через YouTube. Почему бы и нет? У блогеров ведь много общих интересов, правда? И мы видимся на мероприятиях. Так, по крайней мере, я знакома с многими девушками-блогерами, мамами-блогерами, бьюти-блогерами. И я вот сама организовывала мероприятие, да, как я уже упоминала, для украинских блогеров. Так что я знакома с многими, но так, чтобы вот прям сдружиться так, чтобы видеться и там созваниваться каждый день. Такого пока у меня не было. Вернешься ли ты к стабильным тренировкам? Пойдешь ли в тренажерный зал? И вообще, как ты сейчас думаешь, какое место занимает фитнес в жизни женщины? Да, я собираюсь пойти в тренажерный зал. Собираюсь я так уже, наверное, месяц. Но пока у меня то одна, то другая, то третья отговорка. Я уже поднабрала снова вес. Вот когда я летом снимала видео, что я сильно похудела, сейчас я вернулась уже к своему нормальному весу. Так как я летом, по крайней мере, себе ни в чем в плане питания не отказывала. Потому что думала, что я все равно худею, то можно кушать все подряд. И это сказалось на моих формах. Так что собираюсь пойти. Хочу на этот раз уже вживую заниматься с тренером для максимального эффекта. Так как уже немного надоели вот эти домашние тренировки с видеоинструкциями. Хочется и больше социализации, да. И мне кажется, я буду как-то чувствовать себя более обязанной ходить на тренировки, если я там договорюсь с тренером. И, ну, опять же, это будет эффективнее, если он будет подсказывать, что где я делаю не так. Потому что мне кажется, что я занималась достаточно долго, а такого результата, как ожидала, не было. Что вы делали на 1 плюс 1? Неужели на меня и Жинку собрались? Кто не в курсе, я как-то в Инстаграме выкладывала и пост, и сториз показывала, как мы проходили интервью. Были на кастинге одной телепередачи на 1 плюс 1. Кстати, мы недавно были на кастинге еще на СТБ, но туда нас не отобрали. Вот, в общем, и я писала, что это очень трэшовое было шоу, что, наверное, самое трэшовое, которое я только знаю. И да, это таким было меня и Жинку. И, ну, потом по семейным обстоятельствам нам пришлось отказаться от участия, но нас даже выбрали, представляете? Так что, и причем говорили, что это будет обмен с какой-то семьей за границей. В общем, да, я понимаю, что это, ну, наверное, самый необдуманный был бы поступок в моей жизни, потому что, ну, это вообще полный трэш, правда? Но, мне кажется, это, я это, по крайней мере, видела как приключение. Как приключение и как возможность выйти из зоны комфорта, чтобы было над чем посмеяться, вспомнить там через несколько лет. И, ну, и мне, почему мы участвовали вот уже в двух кастингах, да, потому что мне интересно поучаствовать в каком-то телешоу. В первую очередь для того, чтобы увидеть, как происходит весь этот процесс съемок на телевидении, прям с середины все увидеть. И, во-вторых, понять, интересно ли бы мне было пробовать себя вот тоже на телевидении, там, либо телеведущий какой-то, либо актриса и так далее. То есть, я так понимаю, что участие в таких реалити-шоу, в них легче всего попасть, потому что там для телеведущей нужно либо опыт, либо какие-то хотя бы курсы, которых у меня пока что нет. И оказалось, вот у меня и Жинку вообще легко попасть. Так что, кому интересно, я могу даже поделиться контактами с девушкой, которая проводит эти кастинги. А вот кастинг на одно тревел-шоу мы тоже проходили, там просто сумасшедший конкурс. Наш номер был вообще пятизначный, то есть там нужно было выбрать всего восемь пар. Это аналог, кстати, был, есть такой Велыкий Парагон, было на один плюс один шоу. Это сейчас СТБ снимет тоже подобное шоу. Это кругосветное путешествие, короче, прикольно очень, но там, мне кажется, я не знаю, как туда попадают нас, какими там качествами нужно обладать, чтобы тебя выбрали, или просто какая-то быть мега оригинальной парой. Вот, в общем, нам не перезвонили, так что туда мы и не попали. Будем пробовать еще куда-то. Чем занимаетесь, кроме блогерства, какое образование? Я закончила Национальный университет имени Тараса Шевченко. Это лучший в Украине считается. Факультет экономики. Я магистр экономических наук, но по специальности я никогда не работала. Сейчас, мне кажется, это жутко скучной сферой, связанной с вот этими всеми вычетами, подсчетами. Очень нужно скурплезно сидеть над всеми этими бумажками, строить какие-то там графики. Я и в YouTube-аналитике никак не могу толком разобраться, потому что я, наверное, более творческий человек, и я не могу высидеть, чтобы разобраться в всех этих нюансах, цифрах, деталях, все проанализировать. Это мне, в общем, дается тяжело. Хотя, кстати, в школе я считалась более технарем. То есть мне намного проще давались точные науки. И я не знаю, когда перешел вот это вот переключение с точных наук на гуманитарные. Потому что в школе написать для меня сочинение, допустим, это было вообще адом. Я целый вечер сидела, я плакала, я не могла написать. Мне там мама помогала всегда. Но сейчас я каждый день пишу посты в Instagram, снимаю видео. И это все, мне кажется, намного проще, легче и как-то лучше у меня получается. Кроме блогерства я сейчас ничем не занимаюсь. Ну, разве что иногда мужу по Амазону что-то помогаю в плане перевода с английского. Но, знаете, блогерство на самом деле занимает очень много времени. Тем более сейчас, как я сказала, я еще Instagram развиваю. Я чем больше об этом узнаю, там разные фишки, как все продвигать, тем больше я понимаю, насколько это огромная работа. И те люди, которые стали уже известными блогерами в Instagram, на YouTube, это просто колоссальные затраты времени, уходят на каждый пост. А когда еще подключается реклама, предложение по рекламе, то это еще и переписка с рекламодателями, там что подошло, что не подошло. Но, в общем, блогерство занимает, я думаю, намного больше времени, чем вы себе представляете, когда смотрите видео или там читаете посты в Instagram. Как легко тебе дается записывать видео? Никогда не стесняешься? Нет, не стесняюсь. Это, знаете, проходит с опытом, наверное. Сложнее всего себя заставить начать. Снимать, поставить камеру, там накраситься, выделить на это время вот еще. Потому что сейчас вот у меня ребенок дома, и в принципе он там две недели ходит в садик, две недели не ходит. И снять видео нужно выкроить как минимум час времени. И при том, чтобы был еще хороший свет, это нужно в первой половине дня. Ну, либо ставить софтбоксы, это еще больше времени займет. Так что не просто в плане времени и бороться с ленью. А так насчет стеснений нет. Субтитры сделал DimaTorzok